Всем привет на моем 45 стриме. Мы продолжаем проходить игру Pokemon FireRed. Это 12 часть. И что же я добился за очередной стрим прокачки. Сейчас я вам это буду демонстрировать. Так, немножечко съехала игра. Секунду. Прокачал нескольких покемонов. И мне некий несуществующий друг в лифт-версии игры передал Бульбазавра, Сквиртла и Беллспраута. Вот. А, и еще Сеншу. Их я не вкачал, не успел. Они, то есть, нищенского уровня. Но пусть пока будут. А вот за то, что касается Бульбазавра, я его вкачал в Венузавра. То есть, максимальный уровень. А Сквиртла в Бластойза. Тоже максимальный уровень. Вот. Далее. Я не помню, я это делал еще на стриме. Да, это вроде на стриме еще валиционировал. Лики Тунга выменял. Вроде бы тоже еще, да, тогда. Но я просто не очень помню. Ну, в общем, если что, вот видно, кто у меня есть. Так. И сейчас я пока что Беллспраута оставлю. Сеншу оставлю. Поливага тем более оставлю. И Тритакулу оставлю. Беру с собой сейчас самых сильных своих покемонов. Не знаю, какого типа. Ну, наверное, возьму... Психический вот. Возьму... Лапрос. И... Так, сколько у меня ячейок еще? Ой. Еще две ячейки. Ну, ладно, возьму Генкера. Хотя он не особо сильный, но он зато... Привидение. Да. Вот. И, ну, еще одну ячейку чем-то заполнить надо. Ну, возьму... Пиджета, чтобы если что можно было... Летать. Или наоборот, взять Голема. Вдруг там камни есть. Возьму Голема. И идем в ту самую пещеру. Так, что? Ну, да. В который якобы... Как мне на тостоме говорили... Вводятся легендарные покемоны. Да, кстати. Я уже по Покедексу поймал 102 покемона. То есть, в принципе, вот этих я всех уже вкачал. Снап, привет. Ну, это я не считаю читом, как бы, в принципе. А тут суть в чем? В чем... По моему мнению, в чем разница между на читерись с помощью, там, какого-нибудь артмани и, там, подобных программ, да, Покедекс и тем, что, вот, обменяться сам с собой. Я считаю, разница в том, что я, как бы, вижу этот процесс. То есть, я знаю, как бы это происходило, если бы мне реально был бы друг, у которого, вот, скажем, Лив Грин, да, он меня поменял бульбазавры и так далее. То есть, это, как бы, что происходило, так же, как в реальности, но только, вот, два эмулятора. Вот, так что я не считаю, что это, прям, читерство. Учитывая, что другого способа это сделать нет. Не, пухлику все равно. Ну, вот, так что я этих уже вкачался. Вот. Мне осталось Пикачу врачи эволюционировать, но почему-то мне, не помню, по-моему, даже снапты, по-моему, да, говорил, что до 50-го уровня надо его вкачать. Ну, желательно. Ну, я пока что не эволюционирую из-за этого. Вот, Седжу у меня уже есть. Осталось только вкачать в Сен-Суша. Недорина я не могу в Недокинка, потому что я не помню, точнее, даже не знаю, где мне лунный камень взять. В том магазине не продается. Там продается только огненный, водный, электрический и дровяной камень. А лунный, что-то я не помню, где его я в тот раз брал. Где-то нашел, что ли, случайно. Вот, я также не знаю, где мне взять Вульпикса, Джиглипуфа. По затылку камня. Нет, ну, понятно, что он камнем эволюционирует, но вот, как бы, мне почему-то советовали, что надо, типа, 50-го приказать, а то он слабый будет. Хотя я все равно Пикачу не пользуюсь. В общем, я не знаю, где взять Вульпикса и Джиглипуфа, но, возможно, где-то сейчас позже будет, я не знаю. Вот Поливага надо в Поливирла вкачать, а тут я не помню, кто. Или тут третья форма после Поливирла. Вот, я не знаю, кто здесь. Также был Спраутов вкачать, нужно в две формы. Тентакула вкачать. Опять же, не знаю, где мне взять Паниту. Ну, слоупока знаю, где это. Это нужно Ливгрин там прокачивать даже до момента, когда я могу плавать на Лапресе и слабоко ловить. Не знаю, Мистер Майма можно обменять где-то вроде бы, или купить. Ну, в общем, тут послежу, которых я не знаю. Ома Найт, это вообще древний покемон. Так, вообще-то вот. У меня они уже все есть. Я уже все вкачал. Вот. И так же у меня есть Драгонер. Ну, это еще на том стриме. Показывал. Да, накрутил уже. И у меня Хитман Чан, и Хитман Ли есть так же. Хотя там на только одного можно взять. Ну, как бы. Второй игрок взял другого и поменял мне на какого-то днища покемона. Так, сейчас я еще раз сделаю сейфстейт, а то у меня тут проблемы были с сейфстейтом. Ледяные острова. Но почему-то это пещера. Так, и смотрим, что у нас тут есть. Так, и не смог даже взять пакетбол. Так, ну, зубат, это не проблема. Так, ты возьмешь антилет? Ну, видимо, это действует актуально. Ну, там это... Не слушаются покемона. Я сейчас там только дошел, чтобы у меня 30 уровня слушались. До 30. Ну, вот, и как-то... Не, проблемы нет. Просто надо потратить все равно несколько часов. Пседак тут есть. Надо же. Просто так бегать всегда, по суше. Я там в Ливгрине победил двух лидеров стадиона с покемонами, которые меня не слушали. Если они рандомные атаки там выдавали и... Голбот. У меня голбот уже есть. Опа. Ну, ничего, сейчас пробьет. Себя. Нормально. Давай, бей уже его. О, выходит замешательство. Какое-то слабое замешательство на один ход всего. Так, а зачем эти камни туда кидать? Ну, я надеюсь, что их надо туда сталкивать. Не буду проверять, что там снизу. Да, опять-то себя бьет. Ну, у меня куча довольных таких вроде аптечек этих всяких есть. Так что вроде, я думаю, не проблема. Даже воскрешалки. Да что же он так много-то потратил. Опять кучморольки. Запекал уже. Опять тебя будешь пить? Ну, а жаль. Ну, а жаль. Это в лоу. А на него действует замешательство? Да ладно, на лакозамо действует? Сейчас нормально. А мне кто-то говорил, что всех нельзя собрать. Типа там, пиратки. Только надо ресурсу. И так и не понял. Да что такое? Я какого-то несчастного Голбота не могу. Сойти. Что за жесть? А на него-то не действует, да? Да ладно. Голбот, прикатись, что ты делаешь? Ну, не знаю. Ну, посмотрим. Ну, мне говорили, типа, весь пикетек собрать там практически нереально. То есть там нужно вообще офигеть что делать. Так, я скинул камень. Там еще один камень был. О, надо полечить их всех. Ну, я думаю, он уже ланшотит. О-о-о. Ладно, хоть не убей. Так, надо полечить их. Странно, здесь такие вроде не особо сильные покемоны, а что-то доставляют. Так, так, чем его лечить-то? Теперь зелья. Не, много. Супер зелья. Всего три штуки. Да, говорю, у меня куча там. Что-то я думал, что у меня куча. Вроде закупал много, а они почему-то заканчиваются. Гипер зелья 12 штук, правда, есть. Так, скинем тут камень тоже. Да, такой уже был. Он же уже был подбитый. В принципе, в чем удивительно, если бы они начали битву, когда оба полностью, с полным здоровьем и убил бы, то да, а так. А, ну хотя-то почти что так и было в первый раз, когда я сменил. Но там скорее не Голбот убил, а Донерсом себя убил. А, как здесь поймать легендарных? Я это сам-то гадаю, если ли тут какая-то хитрость? Тор, привет. В ролику же ты опоздал. Ладно, скидываем камешек на удачу. Да не, ролик был 18 минут назад. И да, Тор, я прошел ТОФУ-3. На нормале с первого раза. Рада два континьера взял, но... Главное, не начинал скачаться. Пес, удар закончится еще у Раганейра. Ну, давай Гнев Дракона. Самая не очень атака. Зато... Она еще есть. Врет? А, в реальности сколько? А, ну в принципе, у вас хотя бы двое со снапом, да? Лол. Пика-пека. А, как он может врать? Он тебя за человека не считает. Он за зрителя тебя не считает, потому что ты же там сейчас сидишь в танке играешь. И как бы... Почему тебя должен считать? Не, я не знаю. Это Гуд Гейм на 4, а не мой счетчик. Ну, с базара приехал, и что делаешь? Кушаешь, да? А после кушанья что будешь делать? Танки. Сиил? Стоп-стоп-стоп. Сиил? Так это же его надо брать. Так, а сила брать надо? Вол. Стримить? Че ты стримить решил? Какие-то у города платформеры опять? Так, ну, обычный покебол на него явно, да, не подействует? Но так как он уже ни на что не действует, я его все равно выкинул. А, да ладно, на обычный покебол поймал. Все, Сиил пойман. Сиил, морской лев покемон. Как это не по-русски звучит? А благодаря густому голубоватому меху, Сиил сохраняет активность даже в минус 40 градусов по Фаренгейту. Минус 40 у Фаренгейту? Это что-то очень мало. Так, у Ферроди нет температуры. Вроде. Ну, я имею в виду на земле. Что это? Минус 40 это же... Или я путаю, наоборот, это не очень холодно. Ну, в общем, ладно. Я Фаренгейт не очень знаю. Так, смотрим дальше. Так, музыбат неинтересно. Уходи. Пошел. Пиратов стримить? Ну, я не знаю, в принципе. Ты мне уже весь мозг проел, поэтому надо действительно застримить теперь. Ну, я пока что покемонов буду играть. Что сколько? А, минус 40 у Фаренгейта? Ты собираешься. Так, два удара осталось. Да что ж ты делаешь, ты промахиваешься. Да. Мне в дракона такая. Ну, мне в дракона никогда не забаншотит покемона такого уровня, потому что... Он тратит что-то статичное количество константа тратит. Так, лестница вниз. Нет. Всегда. Да ладно, минус 40 у Фаренгейта, минус 40 по Цельсию? Не может быть. Не, не, это путается что-то. Не может быть. Там, я помню формула перевода в Фаренгейтах в Цельсии. Что-то там надо... Минус 32 умножить на одну девятую или что-то такое, я не помню. Ну, в общем, что-то такое в этом роде было. Продолжение следует... То есть действительно минус 40, минус 40? Удивительно. Эликсир нашел. Так, музыку потешу. Так, нормально? Так, что-то уже Драгонейр устал. Вообще, в принципе, я могу от них убитать, потому что мне прокачиваться сейчас смысла нету. Я и на стремной прокачке прокачаюсь. Для перевода температуры шкалы... О, да я почти помню. Отнять 32, только я говорю умножить на 1 9, а тут на 5 9. Ага, камешек. Давайте сварим камешек. Ну хорошо, минус 40 минус 32, это минус 72, а множить на 5 9 уж сложнее. А, ну хотя... Минус 380 делить на 9... А, ну да, по-моему получается там... Примерно, да? Примерно так и получается. Воу. Надо же... Торнадо. Камешек толкаем... А, он уже... Ушел. Ну, Вики, это же вообще не авторитет. Да нет, ну просто я хотел убедиться. А то вдруг там написали специально, что, типа, все доверяют Вики, никто не будет пересчитывать. И, кстати, у меня нету... Вот я обычно смотрю карту, у меня тут есть спидсайд один, по-моему по Киригу называется. И там карта этой игры интерактивная, на которой я тыкаю на какую-то область, и мне показывают, кто там водится. И то есть я знаю, кого здесь я могу поймать. Карты вот этого, этой пещеры у меня нету почему-то. Там её нету. Так что тут я бегаю наугад и ловлю наугад. Пойдёмте в верхнюю лестницу. Что-то меня эти пси-даки уже достали. Сметение, да что-то опять. Ну ладно, Дракон Эйр попоза устал, и сейчас пойдёт отдыхать. И Дракон Эйр сорок третьего уровня. Ни одной новоатаки не выучил. О, это что-то битвы часто вообще. Так. Так что, эти пираты ещё в стиме что-ли? Я думал, как обычно, какой-нибудь Small Games там. Точка пират-гейм срут. Как обычно. Опа, какой-нибудь трэш скачает и говоришь, что крутая игра. Опа. Ну всё, Дракон Эйр на отдых. Ну пусть выйдет. Молокозам раз он уже подпитый чуть-чуть. О, это что за буран? Сильная атака? Да, что-то не особо. А, скорость снизилась. Всё, луч. А-а-а. Ну да, я понял. Так, надо покемона дефолтного поменять. Так, ну будем чулучом бить. Он довольно мощный. Ну, почти забаншотал. Какой может быть хвостомах у Сидака? У него же там хвост ни о чём. Ну-ка расслабление. Вылезли. Прыгаем лестницу. Смотрим, что дальше. Что тут у нас? Ага, ещё камень свалит. Надеюсь, я правильно делаю, что их толкаю. Опа. Голдок. Вот у меня вопрос. Поймать мне Голдока или не поймать? Вот. Просто у меня уже был Псидак. Я утром качал Голдока. И потом Голдока поменял на Ликитунга. То есть у меня Голдока нет и Псидака нет. И, ну не знаю, надо ли у меня ловить Голдока? Да. Ну, чтобы был. Или не надо. Вот я пока что не уверен. Вообще луч. А, ну да. Да. Я тоже так думаю, в принципе. Он бьёт себя. И ещё один все лучшего добьёт. Так, далее. А, заплай. Всё время сменить. Надо сменить тут по умолчанию, чтобы уходило Лакадан. Ну, давай, всё лучше, как обычно. Ну, закончится всё лучше, значит будешь отдыхать. Да, чё-то счётчик зрителей врёт, но это Гудгейм виноват. Так, кстати, я забыл откричать. Вот Геймм виноват. Вдруг кто мне тут запишет. А, да. Опять Смертик привет. Иди лови Мью. Ну, ещё знай бы где ловить. И где-то я читал, что Мью поймать нереально вообще. Я опять забыл слезинить. Ну, ладно. Зато уход получаю. Так, давай как-то лучше. Так, давай как всё лучше. Так, берем аллаказама, ставим на первую позицию. Так, стоп, это тупик. Ладно, идем в другую лестницу. Еще 12 пчелучей есть, пока хватает. В общем, что всегда можно выйти из пещеры и дойти до пятицентра. Ну, правда, не особо близко, но тем не менее. И аллаказам тридцать четвертого уровня. Какую трусторию. А, ну я Golden Sun не знаю, что за игра. Снап, у тебя АГБА или есть или ты про эмалятор? Так, тут лестница вниз. А осталась одна только лестница вниз, что ли? Да. Да, осталась одна лестница вниз. Так, налево пойдем. 260 знаков пароля. Ничего себе там. Это такой троллинг, да, типа, от разработчиков? Это что он сделал? А, на первое изменение параметра надоело. Так, лестница. Мега жемчуг. У меня и так, в принципе, они сейчас вкачаны, так что тут особо сражаться. Так, лестница наверх. Стоп, а куда? Ладно, пседака облучим. Ну и давай себя бей и на это закончим. Отлично. Так, а что тут у нас? Ага. Камень воды? Ну, я б не сказал, что это прям сильно полезная вещь. А вот они все камни попадали, да? Так, что у нас тут? Лестница вниз. Водопад. Здесь ли вода? Ну и водопад тоже. А, ты меня не слышишь? Не знаю. Сейчас напишу. А вот сейчас микрофон отключился, странно. Нет, сейчас микрофона максимум. Как и был. Так, пойдем камешки столкнем. Соб, а как мне их столкнуть? А, ну это простая. Головоломка детская. Ну вообще, ну что на него надо? Крепенький такой, сиянный. Так. Хотя, стоп. Если я толкнул два раза вверх, то я потом не смогу обратно толкнуть. Если я и этот толкнул, то то же самое. Этот камень я не могу разрушить. Ну походу, только один можно. Больше не кажется. Бронзу оперну с уровня. Если вы не прописали, то есть, если вы не прописали. Ну, жесть. Ты же знал как это будет. Ну я понял. Просто из-за того, что мне надо будет тормать. О, заснул. А, вот. Тут хитрец. Тут хитрец, да. Ну что, это ему не помогло. Так. Так. Надо начать для стопа. Так. Так. Надо начать для стопа. Так. Кстати, это Дьюгонг. Это ж Дьюгонг. Так. Открываем пакетекс. Ну что. Так. Дьюгонг. Пакетекс. Запасает в теле тепловую энергию. Может плыть со скоростью 8 узлов даже в очень холодной воде. Эволюционирует из Сиила на 34 уровне. Но я ловить его не буду, потому что я просто прокачаю Сиила. Ну только еще тише. Так нормально. Слишком в том, что в первой части кроночные вещи из первых, а так, кстати, можно только в первой части. О, даже такое есть? Что-то намудрили. Так. Ну давай атака из прошлого-то придет. Вот, получается взор из прошлого. Да, понятно. Ладно, значит отдыхаю. Казан. И выходит через арт. Хотя я бы хотел вообще-то ставить на легендарного. Удар крылом. Неплохо. Мега пинок. А вот Казан 35 уровня. Так. Стоп. А каким образом мне этот камень-то холкнуть? Непоким. Ааа. То есть, такое прям конкретное продолжение, да? Ну да, это прикольно. Пусть Генгар выходит. А какого уровня поймал Сила? Надо было ловить 32-го какого-нибудь, чтобы там прокачать особо его вообще было несложно. Кулак теней. Неплохо. Кулак теней. И еще Кулак теней. И Генгар 37-го уровня. Что-то я не пойму, как с этими камнями тут быть. Я же их никак не могу на себя толкать. Так что я тут максимум один камень смогу закинуть. Ааа. Походу мне надо было скидывать не сразу все, а по одному. Куда бы я смог два. Хотя нет. Который лежит у правой стены я все равно бы не смог. Тор, ну так а в чем тебе проблема 260 символов ввести? Так пусть выходит Генгар опять. Ну-ка давай-ка тень. Так, забил. Так, ну ладно. Тут я так понимаю надо этот камень подвинуть. Этот придвинуть. Еще придвинуть. Так, и по-моему опять надо менять покемона. Так, ну пусть колем пойдет. Ого. Не слабо. Не слабо. Трож в земле. 7 баллов мало. Привет, хоббит. Так, нет. Явно голем не отсюда. Да. 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 Так, ну давай ледяной луч. Мне кажется неэффективно, да, будет. Ого. Понятно. Ладно. Ладно. Выпускаем тогда эффективного, но я его не хотел просто тратить сейчас. Ну давай через арт. Выспрос огня. Ого. Он крепенький такой все равно. Куда издеваешься. Хватит спать на поле боя. Да не, наводит. Наводит. Ну просто я думаю. Ладно. Потрошение неплохо работает. И толкаем этот камень вниз. Но у меня такое чувство, что я уже неправильно сделал что-то. Так. Побег делаем. Меняем их наконец-то токемона по умолчанию. Ладно, придется через арта вставать. Но он потратит все свои силы. Что-то так часто нападает-то. Лау. Убегаем. Не буду тратить силы. Лау. Так. Лестница вниз есть. Интересно. Не поплаваешь. Так, а я пришел сверху-да? Так, нет, мы от этого выходим Опускаемся еще на дно Днее дна А вот ледяные острова Это вот это имелось ввиду, что Так, смотрим, что сверху Тут у нас табличка Опасность, сильное течение Ну, я заметил, Кэп Так, я тут для чего? Интересно Какой там смысл? То есть я не могу, да, в течение? А, нет, тут могу Тут могу плавать Хорсинг? Нет, Хорсинг, нет смысла По этому течению я не могу плавать Псидаки плавают всякие Тут ничего полезного нету Нападают просто на каждом шагу Ну, кишит, как будто кишит тут вообще Кишмя С всеми темпотемонами Проходы не дают Так, ну-ка тут поплаваем Камни Так, хилки Это хилки А это Ну, восстановитель сил Это другое Ой, а я знаю, кто это Это же Артикуно Лол, народ, это же Артикуно Легендарный покемон А, ну да Всегда прикольно выглядит Итак Сохраняюсь Да, да я сейчас сейвов понаделаю Кучу целую пачку Потому что, ну Вы же понимаете, что Даже если я его поймаю Мне этот сейв еще пригодится Чтоб поймать Других Легендарок Так, еще один сейв Быстро сделаю Че-то я в последнее время Не доверяю сейвам Они какие-то грючные Просто птица плывет дальше Да, по-любому 50 уровень Че-то это не просто будет Выброс огня Ничего себе Я думал, он намного сильнее Так, а как бы его действительно Тогда не убить А хотя Я же могу уже, да, мастер-болт кинуть А здесь их не допускают А, ну, то есть, в принципе Вообще, не важно Его даже можно было не бить Мастер-болт И Артикуна пойман Вот и все Но мастер-болт решает Артикуна Артикуна Вьюжный покемон Один из легендарных покемонов птиц Из-за длинного развивающегося хвоста Можно часами любоваться его полетом Ну че, это имба? Я думаю, да Так, ну что, в принципе, основную цель я здесь выполнил Надеюсь, остальные не так далеко Потому что мне же придется потом от этого сейва бежать к ним Хотя, конечно, можно попробовать поймать Но я так понимаю, там 1% поимки Но поэтому это печально Не, ну вообще, конечно, такая сильная разница между игрой и аниме То есть здесь взял, поймал там любого покемона Даже легендарного Ну пусть и тяжело, но однако поймал А там об этом даже речь не шла Памятка тренера Камни могут перенаправить течение Спасибо, Кэп А что, я все, да? Я выхожу из этой пещеры? Я думал, короче, я думал другое А я, походу, выхожу из этой пещеры Так, убегаем, чтобы не тратить сейчас время Единственное, вот этот вот здесь Походу, камня не хватает Но если бы он был, и что? Я бы смог пойти вон туда направо Так, и как мне туда попасть? Где-то я пропустил Так, это вот справа Там сверху Ладно, поднимемся наверх Посмотрим Вон, вижу эту дырку Ну и что? Хотя нет, это одна дырка А где вторая? А, вот и вторая А где камень тогда? Солянка-то про что вообще? Такую солянку А, я же там был Но там камня нету Проблема А вон там камень Вон, как-то попасть Так, народ как-то попасть Надо по-любому найти там место Так, ладно Поднимемся наверх А, ну вот и тут, да? Вот это оно же должно быть Че? А че пропустил? Трикинезом? Ну вообще да Во идее можно было бы И дальше толкаем Не буду за ним в дырку прыгать Потому что вдруг там вода Я не знаю, что будет Если я спрыгну на воду Ага Он уже упал куда надо Стоп, а это я где? А, ну все, да Это мне опять сейчас обходить надо Но зато я скинул то, что мне надо Так, это где у нас было? А, ну вот прям здесь Теперь я здесь могу поплавать Вообще у меня есть летающий покемон Почему он меня не может Просто перебросить Я не понимаю Ну, да Нормально Почему нет? Раз камень не может Лопадать Что там со мной может случиться? Так, и что тут? А, другой выход из пещеры Ну правильно Мне же надо куда-то выйти-то Лол Ледяные острова Ага, ну понятно Так, и тут сразу же битва Да подожди, сейчас я артикуна возьму И тогда посмотрим Хотя и без артикуна Через арт, что ли Не заломнет Сентакула Порсия Даже жалко Порсия Сил Ну, сил, да У меня тоже уже есть Надо, он только в пакетинг бежит Давай ради разнообразия Потрошения Нет, видишь Камень упал в дырку В одно место А я упал рядом с ним По-моему, все норм Куда крыло? И через арт 52 уровня Прохачивается потихоньку Куда же я тут приплыл? Что за островок такой? И чел ходит один А, ты на Фирову прилетел? Ну я понял Не знаю, как ты будешь обратно лететь Потому что Фирова сейчас устанет А, у тебя еще другой Фирова есть Какой-то разнообразный Но этот Фирова тоже устанет Как не видишь, что третий тоже Фирова Пиджиота Ну, это же Ну, Фирова-то тем более устанет Он же вообще не очень Ну и все Сиди на этом острове Так, а где мне теперь кого искать тут? Тут ничего нет Какой-то островок странный Ну ладно Как эта локация-то называется Сейчас я ее открою Я посмотрю Может здесь кого-то еще поймать Можно прикольно Нету информации по этому месту Да, но В общем, ничего тут такого Да Этим в Fire Ready Тут особо ничего не наловишь Но Краби 20% Так, что у тебя шелдер С 30-го уровня Ну, вот бет Пробьет Пробил Хочу встретить покемона Который заумнил через Арда Еще даже Артикуна не смог Но правда он Ледяного типа А, ну хотя вообще-то наоборот Должно быть неэффективно По идее А вот, кстати Не сваншотился Клостер Так, а ты чего Укронился что-то Шелдер Давай Ну-ка Омега пинок Сколько потратишь Мало, да? А, нет Нормально Так, ну давай Вот это не ты Тентакул 30-го уровня Ну ты будешь драться, лол Ты прикалываешься Иди там так По 9-го уровня Ты Вдеваешься что-ли? Давай Че у тебя там Форсин Старью Вот Старий бы мне тоже поймать Но пока не знаю Где Так, а ты что тут стоишь? Одиноко Я приплыла сюда С ценобара Это было нелегко Доложу я тебе Что за фраза Доложу я тебе Сразу всем Такой нету Есть которая Одному Которому я эту вещь дам Ну она делит опыт Она не просто Там не дублирует его Она делит А ты думаешь Я прокачал там Ивизавров Всяких Я сражался Драконейром А Бульбазавры Эти всякие Качались Так Зачем Не надо Но только Она одна Вещь у меня Это Опытоприемник Называется Одному Заешь Покемона И он получает Опыт Всегда И сейчас Она Убил Спраута Который Остался В покетцентре И через Арт 53 Уровня Залагала Так Потери кадров Есть Но очень Небольшие 264 кадра 0,10% Сейчас все Хорошо Нет Не идут Еще дополнительно А Ну вот До 50 Я значит Это взял Вроде бы Поливак Ну Нечем Секинг Может Сменить Через Арта На Кого Нибудь Другого А то Он И так Перекачан Котелочка Ну да Мелисса Так Что нам далеко Еще плыть О Вот он Остров Ценобар Причем Он Остров Квадратный То есть Это искусственный Остров Походу Тут Есть Стадион Тут Есть Люди Блейн Очень Странный Тип Он Поселился На этом Острове Задолго До Появления На нем Лаборатория Так Остров Ценобар Остров Несбывшихся Надежд Смотрим Какие у нас Есть Покемоны В Ценобаре Так 20% Краби Поймать Можно И Все Из Того Что Интересует А Танджелу Можно Купить Где-то И Еще Амана Это Как будто Иеродакт Опа Так Посмотрим Это Я так Понимал Лабораторию Нам надо Зайти Будет Особняк Покемона Че тут Музыка Такая Здесь Нападают Опа Кофинг Привет Кофинг Алла Казан Хорош отправляет Так, стоп, у тебя нету что ли? Я что думал, что у тебя есть У меня нету ни у кого с усыплением Ну давай туда генкер Ой, лол, да ты лол Лови, не уйдем Ты зачем-то умер, я хотел поймать тебя Там страдает от яда Давай еще один кофин тогда выходим Просто чем-то А, вот Да, здесь можно поймать В этом особняке О, в грин версии вульпикса можно поймать, но у меня нету шансов Так, можно поймать граймера 5% Кофинга 30% Это то, что меня интересует Ну вот, значит граймера и кофинга Мы здесь ловим Да, вульпикса, к сожалению, только при инверсии Вот, ну так что ловим Только я сейчас выйду Вначале надо в таки центр зайти Я думал это просто какой-то домик А тут вон Тут несколько этажей И в общем это целая локация Ну я не знаю Возможно я это взял А, эксп-шер Да, это оно и есть Это опыта приемник Сейчас за пакет центра добегу Да что выйти то не дает Визинг Не, визинга ловить не буду Мне нужно кофинга поймать Для этого А он крепкий Так, все, идем Покет центра А то сейчас там уже все поздыхают просто Нет, он не всей группе дает Сейчас я возьму этот предмет Вообще возьму других покемонов А то у меня смысла нет Которых я взял с собой Так, через арды на место А то он перекачан Алаказама На место Так, драгонейра оставим Генгара уберем Волю мы уберем Все, пока что Нет, оно не в ключевых предметах Оно Просто предмет Который можно дать Комната покемона Вот, видишь Был справа Вот опыта приемник Возьмем Возьмем тогда вот с собой Также возьмем Ладно, все-таки возьмем Кого-то еще сильного На всякий случай Кого? А ну возьмем Георадоса, что ли Волю И оставлю Та две пустые ячейки Стоп, а это кто? Ну ладно, уже не важно Так, надо в магазин зайти По-любому Понакупать Всего там Так, что предложите? У них нет продажи Икс-натиска Эта штука повышает Атаку покемона Прямо в бою Носи с тобой Побольше вещей Заранее не узнаешь Что тебе пригодится Могу я вам помочь? Ну, да Так, ультрабол Можно купить У меня их 13 Ну пусть будет 15 Хотя мне там Даже столько покемонов То ловить не надо Вол, мне не буду покупать Так, гиперзелья Мы купим Штук 20 Наверное Так, эликсир Восстанавливает Ага, это Воскрешение Мы купим Еще 18 штук Так, лекарства Да, по-любому Надо 26 штук Да, что-то забили Все на покемонов Хотя, возможно Что счетчик глючит Не знаю Потому что Сейчас было Даже в начале стрима Что тут даже в чате Было 2 человека Показывало, что 1 Так что Не знаю Так Веревка Я так и не понял Зачем это Выход из пещеры Я и так могу Выход найти Вол Гиперспрей Так, понятно А нет Тут не продается Это восстановитель силы ПП Вот этих очков В особняке покемонов Ученые недавно Начали проводить Какие-то эксперименты Не к добру Это Пойдем в начале Особняк Тогда пройдем Пройдем Дверь заперта А что за цик написано Покемонов Стадион Ценобар Лидер Блейн Человек-загадка Так А тут у нас что А тут я уже смотрел Путь 21 Ну давайте В особнячок Зайдем Да Я знаю Но какой смысл Опыт будет разделяться Всем То есть Будут очень мало Получать все опыта Кстати Кто у меня там Покемон по умолчанию Драгонейр Ну да Пусть будет Никитос Привет Привет Давай кофе Не Гроула Зачем Гроула Задыхай А Снап Так я так и делаю Но только по одному А смысл Сразу всех Они будут дольше качать То есть Это никак не ускорит Процесс Вот был справа 14 уровень получил Что я так испугался Я подумал что это привидение Малыш Джонсон Эконс 33 уровня Ничего Такая пачка Только я эту пачку Буду качать Долго Очень В отличие от Есть и одного То есть Я же говорю Разницы по времени Никакой не будет Два удара И Эконс Будет готов Какой надо попасть Еще Завидение принимают Ну да Ну так Столько бегать Постоянно На прокачке Особенно И вот был справа Тоже 15 уровень И выучивает Усыпление Ну давай А ну ка Торнадо Она слабая Вроде А не Нормально Он уже На этом уровне Нормально Вообще Странные Атаки Удар Это что за Атака Для Драгонера Удар Да Был справа Из бирглина Как и Бульбазавра И Сквестла И Сэншу Так Ретикейт Ну давай Опять удар 11 уровней Разницы Ооо Даже два удара Не хватит Ты что Не добьешь Траконера Ой да ты Гонишь Прикольно Ну Начали Ты на Луч Был справа Шестнадцатый Уровень Ладно Не проблема Че У Сразу Ща Возьмем Где Это Ерунда У нас Вот Все Как новенький Ну почти Мозг не может понять что происходит Это игра про покемонов Я хожу По разным городам Островам Ну не я В смысле Да Персонаж Собирать Значки После победы Над лидерами Стадионов Там Где битва Происходит И Когда соберу 8 значков Смогу Попасть В лигу И в этой веке Нужно Ну турнир Такой Нужно Будет Победить Стать Мастером Покемонов А еще Вторая Цель Это Поймать Всех Покемонов Такие Только Есть Так Нажать Если Какая-то Кнопка Конечно И Вот Он Кофен Берем Долстраута Так как Он самый Слабый Он сольется Наверное Сейчас Мне нужно Просто Ослабить Кофенга Давай Коплеть Табличка Секретная Кнопка Тут Висит Так А вот Кстати Усыпление Сработает Промахивается Еще Усыпление Нет Снаб Ты Ошибаешься Я же Аниме Смотрел Насчет Игры Да Был Без Понятия Итак Он Засыпает И Кидаем Пахнет Это Газовый Покемон Так Посмотрим Сейчас Насчет Прокачки Кофенга Кофен Прокачивается Визинга На Тридцать Пятом Уровне Понятно О, Кучту Опа Ну как Мне Везется Так Куда Там Надо Покебол Сейчас А Смотрите Вот Кофен Пусть Выходит Правда Он Спит Так Ну давай Просыпайся Я не пойму Что Из этого Атака Так Ты будешь Просыпаться Пожалуй Ну короче Сейчас Не проснулся Ну будем Грязью Туда Его Пробивать О Одиннадцать Я в одиннадцать По-моему Впервые Покемонов Аниме Смотрел По телеку Или Десять Не помню Или Даже Девять Короче Не важно А Запрещено Так Хоббит В смысле Немного Было Появление Игры О Покемонах Так Игра Это же Изначально Вышла А Это Уже Потом Вышла Так Кофен Промахивается Ну не знаю Вкинуть ему Крейсбол Может он уже Погмается Че-то Он как-то слабо Пробивается А теми Другими Я просто Убью Его Сразу Так Граймер Пойман Граймер Грязевой Покемон Эти Покемоны Образуются Из грязи Облученной Рентгеновскими Лучами Грязь Любимая Пища Граймеров Что за Жесть Бакуганы Бакуганы Вот это Я уже Не знаю Что это Так Эта дверь Я видимо Не открою Уйди Да Удержать Эти камни Мне тоже Не пройти Но А Я могу Там Обойти Ладно Будем С ними Сражаться Чтобы Билл Спрауд Прокачивался Да Что ты Промахиваешься Оу Нормально И Билл Спрауд Семнадцатого Уровня Так Отравить Увеличить Спецотавку Сжать Плетьми Да Не Наверное Хотя Да Мне кажется Захват Можно Убрать Захват Уберу А Ее Травление Поставлю Поехали Дальше Посмотрим Что там Валяется На плаву Так Давай Удар О Ваншот Тут Протеин Так А что У нас Лестница А А Там Где Сейчас Взяла 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 Там Была Дверь Закрыта Видно Я На ту Секретную Кнопку Нажал Дверь Открылась Ну не Я не знаю Что это За Бакугана Так Был Справд 18 уровня Кстати Было Довольно Таким Мне кажется Как-то Тупо Делать Ту Так Назваемую Секретную Кнопку Чтобы Взять Только Протеин Прям Прям Такая Важная Весь Протеин Шарик Маленький Разворачивается В монстру Нет Ну Вот Покемоны Только Секретная Кнопка Нажать То Конечно Ну Визинг И Давай Удар Сейчас О Не Не Видел Честно Первый раз Вижу Так Хотя Не Давай По гиперзеле Просто Юду И нормально Все Будет Не Знаю Я Может В магазинах Особо Не Бываю Так Удар Ну Я Имею В Таких Магазинах Вообще В каких Магазинах Должно Продаваться Магазинах Игрушек Да Наверное Так Был Справа 19 Уровня Столбняк А Кстати Нет Столбняк Я Заранее Скажу Я Не буду Зачать Иначе Нужно Пролич Так Ты Кто Я Не Могу Выбраться Отсюда Это Дон Одна Сплошная Головоломка Ладно Пока Вроде Не Особенно Это Сложно О Сюжет Прикольный Грабитель О Чермандер Привет Чермандер 34 Уровня Ему Два Уровня Да Черезарда Осталось Так Ну Это уже Наверное Не прокатит Ударом Тогда Попробуем Дарк Энджел Привет Я Поймал Этого Артикуна Стрим По Барби Так Новая Также Ударом А Чего Они Так Слабы Это Лол Ты был Справа Двадцатого Уровня Уже Ну Да Че тут стоит Покемонов Поймать В принципе Вообще Они же тут Как бы И защита И все Такое У всех Практически Людей Есть Покемоны Потому что Ну Для Просто Нужно Чтобы Выжить Так Скажем Да И просто У нас же Домашние Животные У всех Есть И у Бородатых Стариков Тоже Жами Это В реальной Жизни Что У нас Тут Дверь Закрытая Тут Что-то Лежит Так Удар У нас Закончился Давай Торнадо О Неплохо О Это Что За Стихия Вин Я не Понял Билл Справа 21 И Билл Справа Эволюционирует Революционировал Виппин Белла Сюжет Понятно Так А чего У нас Покет Джекс Не открылся Я уже Читал Что-ли Про него Давайте Еще раз Почитаем Я потому Что Не помню Ну Читал Или Нет Странно Так Где он Там Ну вот Виппин Белл Мухоядный Покемон Атакует Врагов Своими Заточенными Эристами Может Плеваться Едкой Кислотой Так Сейчас Я открою На планшете Чатик Так Посмотрим Че там Понятно Ну понятно Пикачу Самый Расрекламированный Цинк Так Гнев дракона Давай Потому Чтобы Не мы Пикачу Был Основным Покемоном Эша Главного Героя И как бы На протяжении Всего Времени И он В отличии От других Не прятался Покебол Поэтому Как бы Он Стал Символом Так Туднякой Секретки Нет Вроде Нет Так Что-то У тебя Уже Мало Здоровья Драгон Эр Ну Давай Пробуй Все-таки Еще Атаковать Надеюсь Несторг Оу Волвиться Отказался Ну Да Да Какой Вот Вредина У меня Здесь Тоже Есть Пикачу Уже Пойман Давно Но Он Прекрасно Помещается В покеболе И даже В покецентре И При нужном Моменте Быстренько Превратиться В рач Ну Только Я его не качаю И Как бы Не знаю Когда Я его буду Превращать Ну Как Время Придет Дам Ему Камнем Революционным Так Ну Сейчас Я не убегаю Из боев Только Ради Того Чтобы Немножечко Випен Бэл Прокачался Так Он Промахивается И Плюс Мне Все Так Интересно Чтобы Какую-то Сильную Атаку Для Ганейру Дали У него Там По-любому Должны Быть Какие-то Очень Классные Так Ну Давай-ка Торнадо Я бил Справа 22 Уровня Ой Ну Да Это Почему У него Осталось Название Белл Спраут Хотя Он Липпин Белл Потому Что Ну Я его Передал Из Лип Грин Версии Английской И То есть Теперь Это Русская Версия Думает Что Это Именно Кличка Его И Она Не Меняется Но Его Можно Переименовать Сходить Но Это Потом Когда Он Станет Вик Три Беллом А Тор Пришел Я думал Ты там Стример Сидишь Так Заканчиваются Силы Траконейры Уже А Ну Понятно В общем Накачала Себе Ой Наловил Себе Еще Два Покемона Так Что Теперь Еще Будет Стрим Прокачка По Любому И Не Один Наверное Что Тут Написано Дневник 5 Июля Гаяна Южная Америка В джунглях Нами Обнаружен Новый Вид Покемона Так И Что Да Ладно Ураган Не У нас Штиль Правда С утра А Лол Чего У нас Снег Идет Снег За окном Так Ладно Это я Отвлекся Убираем Кофингу С дороги Да Нежданный Снег Учитывая Что Еще Вчера Я Практически В футболке По улице Шел Либо В тонком Свитере Так Так что Вот такие Приколы Преподносит Весна Так Ну У нас Осталось Только Торнадо У драконейра Поэтому Будем Уже Добивать Также Есть Ускорение Но В принципе Афект Не надо С одним Врагом Так Куда Я Еще Не Хотел Тут Акрытая Дверь Интересно Ну Торымба Даже Ветер Не Сдувает О Травили Все Так Давай Никито Судачу Хочешь сказать У тебя сумки 40 килограмм Весили По-моему Ты забрался Или Серьезно Там Картошку Нес Так Справа 23 уровня Еще Даже не Ветер Что сделает Еще он За окном О Так Я Ладно Меняю Покемона Ладно Пусть Георадос Выйдет Покажет На что Он способен Так Что у нас Он тут Научился Делать Вкус Оу Не добил Да ладно Ты отравился Не очень Вкус Готово Так Опять Тигретная Кнопка Нажмем Здесь Жил Мой Наставник Ладно Надо вылечить Наверное Покемонов Зато Что-то Я Хожу Тут Могни Май Давай Ты меня Могни Май Отдашь Так Перецеливание Лол Георадос Ой Так Георадос Выходи Интересно Вода Электричество Больно Делает Мне кажется Должно быть Короткое Замыкание Ой Да ты Прикалываешься Давай Гидронасос Вот И Белстрал Даже Уровень Не взял У него Одни Электрические Понятно Валтор Вода О Вот Это Было Неплохо Ну Другой Все Равно Так Был справа 2 часов уровня Химикаты Че там Химикаты Делают Приснуть на врага едкой кислотой. Есть шанс снизить защиту врага. 40-100. В принципе, вот вместо плетей можно. Нет, уже было кому Ниван Хитом он убивал. Ниван Чотил. Ну, в основном, да. Магнитон. Ну вот, он имел ввиду гидронасос. Ого, а вот имба. Лапрас тогда. Так, ледяной луч. Опять он парализует. Ледяной луч что-то не очень хорошо подействовал. Давай плавание. Так, всё не сработало. Ещё плавание. Ну, снаб Тор считает, что Георадос это имба. И, так как он не был имбой, а Тор очень хотел, то на стреме покачки, я пытаюсь прокачать его до 50-го уровня. Чтобы он хотя бы немножко стал похож на имбу. Вот примерно такая старина. Так, я тоже, вообще-то, есть хочу. Можешь мне тоже пойти поставить? Куда я упал? Воу. Я думал, там просто стена. Электрод. Так, нет, ты уходишь. И выходит опять Лапрас. Уже тоже побитый. Да ладно, ну блин, а кого мне ещё вызывать? Вот кого мне вызывать? Этого Виппин Белла? Какой Драгон... Драгонайт? Ты о чём? Драгонайта нет в этом поколении ещё. Так, Кофинга. Я не могу ни до Кинга получить, у меня нет лунного камня. Я не знаю, где взять лунный камень. Я где-то брал... О, да, Кофинга против физинга, это прикольно. Самоподрыв. Бабах. Даже не ваншотнул. На... На... Ну... Краймер. По-моему, кое-кто сейчас сольётся. Давай-ка используем Диппердиэля хотя бы, на Драгонейле. Только один, что ли, за всю игру? Итог, где? Я что-то не помню, где там лунная горя Так, ну давай попробуем Грязь Ну да, Драгонер из гратини получается Так, что у нас дальше? Каротин А это куда лестницу ведет? Что-то довольно запутанно Я уже не помню, где я был, где нет С толком Ну не знаю, я просто не дайкингов этих не особо полюбил А, этот Драгонер же у меня уже потраченный Ну давай Торнадо Так, ну огонь против водного это не очень эффективно А вот Торнадо уже чуть получше Хотя Торнадо сама по себе атака довольно слабая Просто Драгонер 43 уровня Не, мне фарм в принципе норм Ну так Конечно не особо, но Сойдет И при желании Так, ну что тебе Предложить-то Да в принципе предлагать-то им нечего Сейчас Драгонер уровень должен получиться Ну Тор, не важно Это же не было на стриме Значит никто не видел Так, Драгонер 44 уровня Абру случайно поймал А я Абру вообще Купил В казино Понита Ну Понита по идее не эффективна против Драгонера О Хоббит живой Так, один маленький удар остался Жалко потратить Торнадо Ну ладно, что поделаешь Ну все, Драгонер бесполезен У него закончились все атаки Да-да Там убегает жесть Так, первое сентября Мьюту стал сильнее Чем мы ожидали Мы больше не в состоянии Совладать с ним А-а-а Это вот эта штука Я смотрел первое кино Так, нажать на кнопку Да Вот почему тут все такое Разрушенное Лол Так, да Все Минус Лол У меня же никого больше нет Надо вылечить Хотя была Посмотрим Ну у меня в принципе Есть еще скрышалки Ну а смысл Там такие днища Сидят Так, ну Про XY Давай не будем Спойлерить И так далее Кстати Надо оживить Этого Випенбелла А то он не качается Так, а что О нас оживляет Виксир, да? Ну как бы Понимаешь Мне интересно Самому увидеть Что там есть Какие возможности новые И так далее Даже хоть этот сюжет Особо не проспылиришь Но все равно Сами возможности Мне интересно Какие там будут добавлены Но я хочу их узнать Уже сам Нет, там нельзя купить Арканжел Лунный камень Я посмотрел Там огненный Водный Древяной И Громовой Можно купить Я там уже смотрел Сразу пошел Тогда я посмотрел Я сам имею ввиду Ну Как бы Собственноручно Увидеть это А не от кого-то Услышать рассказы К тому же Мануал у меня Только лишь По Вот именно Какие покемоны Здесь ловятся А никаких там Этих нету Типа Что нужно делать Куда идти Так Дито Сражаемся Против Лаприса На Это будет Неэффективно Напугали Водой Лаприса Не знаю Придется Бить Да Долго Бить Придется Может Кого-то За счет Взять Граймера Ну Не знаю Ну Как бы Хочу Потом Посмотреть Уже Самые Игры Во-первых Я даже Не знаю Какие там Есть Покемоны Потому что Я Не все Посезоны Аниме Смотрел Так Что Как Ну А так Я увижу Посмотрю О Нифига Там Что Есть А Так Я уже Буду Знать Все равно Спойлер Он Есть Спойлер Опа Да Они До сих пор Выходят А Стоп Зачем я Драгонейра Взял Он же Бесполезен Так Можем Взять Тогда Долстраут Но Он Сольется Наверное Ну Аниме Я Смотрел Только 6 Сезонов Не Более Того Ну И Пусть Полнометражки Тоже 6 Не 5 Так Только Что На него Можно Химиката Да Он Сольется Сейчас Да Бывает Что Есть То Есть Так А почему У меня Он Вылез Ладно Придется Долбить Ну Давай Танец Дождя Не знаю Я Я Тоже Я Именно В детстве Я смотрел Только Первые Два Сезона Ну Которые Которые По ОРТ Показали Там Вроде Во второй И то Не Полностью Да Там Второй Не Полностью Показали Сезон А Буквально Недавно Ну Начина Что Это Что На 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 Внутри вот где то, вот где то проблема, если бы не был бы через арт, а так проблема да лол, что за фигня придется лечить ну да, дита опасен, я вижу а вообще то у меня побег есть, я же вроде бы не с тренером сейчас берусь, ну ладно ну давай чуть-чуть осталось, один удар а, в команде ну ты уже больше шести назвал ну все добивай так, и что то мне кажется, мне пора выходить потому что все на дне нет, я конечно могу взять и поднять всех я рада, чтоб поднять в общем, все же ну, какие то они тут жесткие бывают местами а, у меня еще эфир есть, ну туда драгонейрум, в принципе, можно восстановить удар ну и все ладно, пошли дальше тогда тор, а че, в смысле, ну ешь или ты хочешь что-то постримить или что я да, тут при чем в смысле, я имею в виду, к чему обед мне надо пройти это здание в общем, у меня есть идея есть идея выйти отсюда набрать всяких чрезартов и прочего и прийти уже решать это нормально и даже есть идея впервые воспользоваться предметом под названием где-то где-то был или не было трос так, вылечим всех ну да, перерыв на обед будет, но и через 20, наверное ну я думаю, это вот здание пройду и все так, убираем всяких ненужных не очень по-любому через арду берем и может быть, норлокса взять или какого-нибудь там венузавра ну, снорлокс, он не очень он 30 уровня так, какая разница пещера или дом так же можешь по веревочке в принципе пройтись может, не так не, 16 уровень жесть ладно, снорлокса возьму а, стоп, артикуна лол у меня же артикуна есть так, сейчас это надо посмотреть тут никого не перепутал случайно не поставил сюда не прокачано так, вроде нет берем артикуна и, кстати, мы не посмотрели в покедексе под каким он номером артикуна наверное, под самым последним, да? а, нет 144-й артикуна ну, я тоже читал значит, тут они 3 144, 145 и 146 ну, вот, пойдем вот, теперь, мне кажется будет немного проще да, куда ты обратно заходишь, лол это крестовина немного подводит так, сохраню сейчас, пожалуй и пошли и пошли так, смотрим на первом этаже мы все что за ратата еще тут на первом этаже на первом этаже я все собрал или нет? нет, дверь закрыта стоп, это мне опять все кнопки нажимать, да? ну, ничего так, сейчас я возьму по умолчанию другого кого-нибудь не дракон эйра чтобы точно ваншотил ну, не, ну дракон эйра он же драконний как-то в первую очередь стип так, ну я раз собой взял чилизарда и этого толстячка так, был справа 25го стоп, а кого с собой взял вообще лол? ну, у меня есть огненный, есть толстый чип ледяной еще один ледяной и водный ну, мне кажется что тут, недостаточно будет, что ли? ну, могу пойти Лаказама там взять, в принципе но, мне кажется, и так сойдет, нет? а, так, ладно, убегу из этой битвы так, поставлю-ка я Снорлокса на первое место а то он 30-го уровня нет, потому что он же ну, у него сильные должны быть драконии атаки правда, пока он их не получил, асота ну, должны быть лобовой удар но, надо уровни ниже ретикейта ммм, да, Снорлокс что-то дно но зато здоровья много но и тратится оно быстро так, а что у меня же есть все в принципе, все типы нормальные что, от кого избавиться-то просто я взял таких сейчас у меня есть привидение сильное есть психически сильный кто еще там ну, в принципе, все древяной ну, вот, в принципе этот динозавр ну, правда, он не прям сильно прокачан но тоже такой сойдет тоже такой сойдет скотом вот там что, еще отравил, что ли а, нет залоп прикольный кт о чего, да ладно ахахах нормально так, лапра создавая ледяной луч ну, это уже норм ну, это уже норм да, кофинг убил его за что тут бои так часто-то лол хочу видеть, что там в конце прокачать мне сейчас не надо никого бои еще бы на каждой клеточке поставили было бы вообще замечательно ой, зачем мы сумрак используем динозавр разбег так, что, нам дает эта кнопка динозавр динозавр резин хруст какие эликсиры так эликсиры это же это же не понял причем тут эликсиры? эликсиры они же поднимают вроде бы покемона так что не знаю что они там гарантируют стоп а эта дверь опять закрылась? эвел вон окейнди ту привет я в икс игрек не играл ааа спрей есть ну да было что то такое я их игнорил всегда но он только слабых отгоняет а тридцать второй мне кажется это не особо слабый подразумевает так мы посмотрим что у меня есть в предметах вроде бы такого ничего не было не в смысле спреев у меня точно нет я их выложил если у меня даже были А, вот что-то, может быть, какой-то ключевой предмет? Так, деталь. Нет. Так, кошелек. Понятно. Так, не то. Не, тут не то. Не, нету у меня такого ничего. Нет, спрей, понятно, я же говорю, спрея у меня нету. А, я думал, может быть, есть какой-то ключевой, который всегда уменьшает шанс битвы. Так, две двери, обе закрыты. Так, что у нас? На второй этаж идем? Далеко бежать. Еще боев, наверное, шесть будет, пока добегу до лестницы. Опять я сумрак использовал. Тороплюсь немного. О, надеюсь, не убьет. Не убил. Сколько этих кофингов уже тут повалил. Скоро начнут атаки заканчиваться. О, был справа, двадцать седьмого. Когда он уже там эволюционирует? Я не смотрел на ком он уровень, он должен эволюционировать. Так, с тобой сражаться? А, Кнопкин одновременно несколько дверей открывает. О, лоу. Ну, загадок понаставили тут. Ну, давайте на луч. Уже почти закончился. Ладно, хоть ваншот. Так, тут дверь закрыта. Флаппи Пека? Это что такое? О, 350 смертей. Это что там? Типа Боши что-то? Ну, давай, Лапрос, прокачивайся уже. Лолу, я не знаю, что такое флаппи Пет. Бролее что-то знакомое, но не помню. И Лапрос 41 уровня. А, стоп, я что-то вроде видел недавно их флаппи Пека, что-то вроде, что-то видел, не помню уже. А-а-а, да-да-да-да, видел, вот эти скрины. Ну, понятно. Ну, ок, посмотрю, но на стрим вряд ли буду проходить. Так, что-то Лапрос уже не очень. Ну, давай, вамрабый плавание еще сделать. Добил. Пойдем посмотрим, что наверху. Опять какая-то кнопочка. Ага, вон там дверь открылась. Так, пора менять. Перед тем, почему битвы просто быстрее как-то проходили, а то вот эти все пока надписи пройдут, целую... не знаю, целая вечность проходит. Так. Ты знаешь, куда идти, спрыгни вниз. Классно. Ага. Зачем прыгать вниз, если есть лестница? А, потому что стена, понятно. Фосфор, да я что, за этим только шел сюда? Ну, она имеется в виду не то, что секретная, а, ну, как бы, ее не видно в игре, ну, как бы, я же не вижу ее, да, в игре. Имеется, мне кажется, это имелось в виду. То есть, вот если какая-то огромная такая кнопище на стене, которую прям видно в текстуре, да, это не секретно. А если я просто подхожу к статуе, и там маленькая-маленькая кнопочка, которая, типа, видна только персонажа, ну, вот это типа секретно. Но она не настолько секретная, что ее вообще не найти никак. Но это, по крайней мере, мне кажется, так объясняется. Хотя, конечно, можно было просто написать, здесь кнопка. Задержка растет? Не знаю, мне что-то кажется, уже после обеда не будет, потому что, ну, я пока пообедаю, уже времени, и что, там будет следующий стрим полтора часа, что ли? Ну, если оно надо, я могу. Опа, закрыл проход себе. Прикольно. Растешь? Так, ну, когда-то выбегаем. Надо, что ли, лапросто починить, а то, что он там? Бедный, страдает. А, так. И драгонеры, тогда тоже можно. Ты что скажешь? Этот дом больше, чем кажется. Посмотрим. Nine Tails. Во! Нормальная тема. Забы ледяной луч. Она же огненная, так что должна быть эффективна. Ой, я не отказал. Но заморожен зато. Ну-ка, давай танец дождя. Плавание. Вот. Надо было сразу заплавание использовать. И было справа 28 уровня. 6 февраля. Мью родил. Вся. Видимо. Мы назвали новорожденного Мью-2. Ну, если кто не в курсе, имеется в виду Мью-2. Ну, 2 по-английски. 2. Куда мне еще осталось идти? Что-то у тебя атака уже немного осталась. А, ну да, мы же... Стоп. Ты какой-то... Ты не то используешь. Ну, ладно. Это не сильная атака была. Побег же. Команда под прикрытием. Ну, да. Крышу это. Да, что-то задержка у тебя снаб, походу, вообще такая нехилая. Если ты только сейчас написал, вообще нехилая задержка. Минуту, что ли? Ну, твиче. Смотри, че. Так, это я уже читал. Как тут дверь открыть, я не знаю. В общем, нам остается прыгать в яму, походу. А, стоп, не сюда. Тест. Ну, походу, большая задержка. Так, опять кофинг. Ну что, прыгаем? В яму? Квизинг. Уходи с дороги. Тьфу, упали. И что у нас тут? Ага, опять котодневник. 48 секунд. А, ты пробовал их 5 делать? Потому что, я не знаю, у меня потерь кадров было очень немного. В 0,05%. Всего 264 кадра. И это было давно. Это было час назад, вроде. Так, это я уже читал. Стоп, а как это оказался? Воу. Ну, странно, странно. Ну, это, видимо, АГГ виноват. Потому что, ну, как-то, блин, непонятно. Не, конечно, я могу попробовать, конечно, перезапустить стрим. Но, у меня почему-то кажется, это не поможет особо. Так, я упал обратно, но у меня теперь другая комбинация нажатых кнопок. Странно, как так может происходить. Ну, это явно не из-за меня, вроде бы. А, 80 секунд, да, это нормально. Так, что-то я пока не понял комбинацию с этими дверьми. А тут у нас опять закрылось. Надо будет, мы туда не можем попасть, тут направо. И еще там, на первом этаже не можем в одно место попасть. Так, а в эту яму еще прыгнуть, это то же самое? А, нет, это другое. А, у меня нет виденка, но у меня есть кофинг, да, я его потом прокачаю и все. Так, а что у нас снизу? Так, подожди. Посмотрим, что тут. Куда это выход? Что? Что? Как это произошло? Что, что за бред? Да. Ну, что, ладно, сейчас по-быстрому пробегусь. Ну, это время 2 часа. Так, это надо нажимать? Да. А, нет, эта дверь вот открывается, лол. Всего-то надо было пройтись чуть-чуть. И что тут? Да, всего лишь-то железо. Так, идем, теперь опять падаем. Мне прикалывает то, что у кофинга такое радостное лицо счастливое, а у визинга наоборот. Такое страдальческое. Так, смотрим, что у нас в подвале. С тобой дрался? Да. Уходим, от визинга. Так, это я читал? А, да, да, да. А, хотя нет, митуд стал сильнее, мы не в состоянии больше совладать с ним. Я вроде это не читал. Так, что она сделает? Открыл дверь нам? Да. Входим. Так, тут. Какой был смысл об этом? Что я сверху бы обошел, что слева? Он дверь закрыл за этим ученым. А, ну, возможно, тут, да, тут другая дверь открылась, понятно. Это место идеально подходит для нашей лаборатории. Иван. На, ледяной луч. О, я думал, забаншотит. А разве это не эффективно против электрического? Электрот. Странно, а, я думал, ну, в принципе, ладно, он высокого уровня, понятно. Я думал, вода вообще будет в аншотах рифрических. Так, что тут сверху? Опять кнопочка. И что она сделает? Пока не понятно. Ну, все равно, видишь кнопку, нажимай. Основной принцип. Так, ТМ-14. Метель. Ну-ка. Атаковать врага снежной бурей. Врага можно заморозить. Можно лапросу дать. О, сила 120. Можно еще артикуна, конечно, дать, но, мне кажется... А прям там лапросу, прям сейчас. Вместо там одной не очень атаки. А, стоп, или драгонер, даже нужно. Да нет, пусть лапрос. Стоп, и пп5. А, пп5. Не, ну, смотри, у него просто... Да, пп5. Ну, у него просто есть сумрак, который я как-то не использую. Да, это тень, а так, как ладонеговая диска. Именно так. Вот, сумрак. Покрыть сумраком свою сторону поля. Враги не смогут снизиться. А, ой, фу, ты бля. Параметры не смогут снизиться. Ну, я как-то это не использую. А метель, хоть и 5, но зато ульта. Так что, я думаю, я все-таки поставлю метель. Будет отлично плавание, ледяной луч и метель. И еще там из дождя, который усиливает плавание. По-моему, неплохо. Правда, одни только атаки. Ну, ну что. Только хэ могут быть забыты у спецпарней. И этого я парня уже нашел, так что не важно. На тебе, диском по голове. Опять покебол. Странный ключ. Ключ от парадной дебели стадиона острова Цинобар. Опа. Прикольно. Ну, это гудгейм глючит, что-то. Луч солнца. Луч солнца, это что-то сильное, да? Да-да, это было бы круто. Лучше солнца запасать энергию на первом ходу и атаковать на втором. Ммм, ульта. Снорлок сможет. Ну, пока не буду никому давать. Странно, и я так и не понял, и что здесь никак не найти этого миду, или даже где он был. Вот, а меда в этом особняке. То есть, я все, что мне нужно было сделать, да, здесь. Можно юзать трос. Ой, не, Дита, давай ты уйдешь. А у меня есть еще трос. Да. Ну да, сбежал давно, но где место, где вы держали, я не пойму. Я вот как-то не нашел это место. Все, я сейчас пойду на обед. Вернусь, наверное, минут там через 30, может быть, раньше. Ну, как получится. Все, сохраняюсь. Если есть вопросы, замечания, предложения, жалобы, как обычно, можно писать. Можно приходить на стрим через некоторое время. Так, я сохраняюсь. Сразу тремя способами, а то, что-то у меня досталось, что есть сохранение какое-то. Вылетают в трубу постоянно. Вот, все. На этом всем пока. И увидимся на следующем стриме. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok